Здравствуйте! Сегодня с вами Автоза Автопати и я Иван Балтиков. И сегодня у нас вот такое трэш пиво. Пиво толстяк, живое мужики. Ужас, ужас трешатник. Страшный, страшный трешатник из самого-самого днища пивоваренья. Мягко говоря, продающийся за сущие копейки. Относительно, конечно, некое подобие пива. Написано, ГОСТ. Что за ГОСТ? Непонятный ГОСТ 2012 года. ГОСТ-Р. Все ГОСТ-Р это обычно сильно переработанные и в худшую сторону ГОСТы Советского Союза. Тем более, сейчас уже ГОСТа фактически не осталось. Уже остались технические стандарты, всякая такая фига тень. Ну вот, вот такое пиво толстячок, живое, которое на рынке уже представлено в нескольких реинкарнациях. Менялась не раз этикетка этого пива, менялся его состав, менялся его производитель. На разных заводах его делали. Ну вот, такой трешачок сегодня у нас на автозавтопарте. Я думаю, что оценку ставить этому пиву даже и не стоит, потому что это само название вот этой вот фига теньки напоминает, что там оценивать. Как там в некоторых выпусках других обзорщиков, они специально там трешовое пиво пьют, чтобы понять, насколько может быть плохо сделан данный напиток. Ну что ж, давайте посмотрим, что там у нас за такой толстяк живое, ну вот, и из чего оно сделано. Во-первых, во-первых, вот строго говоря, здесь написано пивной напиток. Дело в том, что по российскому ГОСТу, ну или там каким-то техническому регламенту, точнее, нынче почти как в Баварии строго из определенных компонентов можно делать пиво. Если что-то добавлено уже, то это не пиво, а пивной напиток. Ну и так, посмотрим, из чего оно сделано. Значит, пиво нефильтрованное, осветленное, пастеризованное. То есть, что-то там они не фильтровали, но что-то осветляли и что-то пастеризовали. Так, экстрактивность начального сусла 10%, а алкоголя 4,2%. То есть, это относительно, ну, такое некрепкое пиво, 4,2% все-таки не так много. Состав пива. Вот, кстати, данное, кто-то спрашивал, что есть ли настоя химическое пиво, сделанное там из неизвестно чего, пожалуйста, бери, не хочу, пей. Народ, гуляй, веселись. А пропьешь, опохмелись. Состав. Вода. Солод ячменный. Ячмень, не соложенный. Не соложенка уже пошла. Вот. Значит, хмели продукты. То есть, здесь не хмель, а хмели продукты, концентрат. Дальше. Ароматизатор. Натуральный экстракт. Какой-то там акации. Видите? Даже ароматизатор есть. Солодовый экстракт. То есть, это концентрированная, заранее подготовленная солодовая штучка, и которую потом уже дображивают. То есть, здесь смешали все, что можно. Скорее всего, здесь, возможно, использовали и не указанные на этикетке реактивы и компоненты. Тот же не соложенный ячмень зачастую делают, добавляют и используют специальные химические стартеры, чтобы имитировать процесс ослаживания. То есть, типа, типа, оно там, ну, типа, как солод сделать. Ну, что ж, посмотрим эту на фикотеньку. Фикотеньку. Естественно, открывашка здесь строго, строго под обычную пробку. Никаких на ломо... А, хотя не, я вру. А открывашка-то здесь поворачивающаяся должна. Да, здесь-то поворачивающаяся. Но я не вижу на открывашке никаких... На крышке, точнее, на крышке никаких следов, что здесь должно... А, хотя нет. Блин, надо все это гибло посмотреть. Есть, есть тут стрелочка, который фик разглядейший, которая показывает, что я можно открыть так. Ну, ладно, это все мелочи, наливаем вот эту химию и смотрим, по чем у нас этот лимонадик в кавычках и как он пойдет. Чувствуется, что воды, воды, водянистый вкус преобладает. То есть, вообще, вода водой с небольшим оттенком пива. То есть, низкая начальная плотность тоже в этом свидетельствует, что ничего там в этом пиве особого нет. Можно заметить, что пена ушла практически мгновенно. пена лимонадная и цвет какой-то лимонадный. Ну, тут даже написано, что, типа, он может быть мутный, нефильтрованный. Но это, возможно, скорее всего, тоже добавлены какие-нибудь вещества, которые иммутируют замутники или там, или что-то еще, какая-нибудь фигня, но не указанная в составе. Да, напоминает какой-то пивной лимонад. Не чувствуется характерной оттенка хмеля. Некогда такая, какая-то липкость присутствует, непонятная. Пена практически не остается на стекле и кружке. Ну, чего вы хотите от химии? Чего вы хотите от химии? Это лимонад. Химический пивной лимонадик, продаваемый по недорогой цене и который очень хорошо подходит для того, чтобы взять какую-нибудь суррогатный напиток и там, дешевую водочку там, какую-нибудь подпаленную и вот водка без пива денег на ветер вот вместе скомбинировать и получить убойный напиток. для низкобюджетного потребления. Ой. Да. Не знаю, не знаю. Нет, конечно, оценку я ставить не буду, потому что вот это вот оценивать, конечно, смысла не имеет. еще большую дрянь это был сидр, который я сказал только в помойку выливать. Это-то все-таки не такая уж настолько уж плохой вкус, там-то вообще была отвратительная вещь. ну ладно, у нас все-таки не проба пива, а авто за автопати, и мы немножко беседуем о всякой ерунде, которая связана и не связана с пивом. Что поделать, что поделать. Вот. Написано традиции пивоварения и отменного качества. Широкая душа. Очень широкая душа, офигительно отменное качество и традиции пивоварения. Ну, просто традиционнее некуда. То есть, вот, надо было назвать традиции лимонадоделания, или какой-то там размешай три ложки и это самое и получи пиво. Коржечку наливаем. Ну, она и наливается как лимонад. Чисто такое вот пузырьки какие-то при налитии. Да, чисто как лимонадное. производит эту мочу компания Sun In Breve. Sun In Breve. Ну, да, известная фирма, которая производит дешевые сорта пива и по миру скупила все, что можно из всяких разных крупных крупных корпораций. Охватывают все свое население и делают деньги даже на тех, у кого денег нет. Перечислено несколько заводов, там, республика, Мордовия, о, конечно, как же без Мордовии. Город Иваново, говорит, невеста, правильно, ко дне невеста остались, все остальные упились толстяком и ушли нафиг. Кстати, интересная фигня, в свое время был я в городе Ельце и в Липец, ну, Липецкая область, и там продавалось пиво с названием похожим, это приятель. Если вот этот толстяк, то там был приятель. Единственное, что в Липецк тот завод, который производил это пиво, писал более-менее честный состав. Чего там только не было. И замутнители, и какие-то там вообще непонятные добавки, присадки какие-то к пиву. Единственное, в чем можно было отметить, плюс, что они не стали скрывать родословную пиво и указали. Здесь же, я так подозреваю, указано далеко не все, что здесь в кружечке плавает. Потому что, ну, явно, 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 что-то тут еще добавлено. Не знаю, как насчет всяких там слухов про бимандроу, но вот я тут даже алкоголь 4% особо не чувствую. Чисто такой лимонад с немножко спинным привкусом, с какой-то непонятной липкостью, хмелем, а он вообще почти почти не пахнет, то есть и вкуса у него как такового особо нету. Я еще и пью охлажденным из холодильника. Вообще жуть какая-то. Вот. Так что такое пойло только для ценителей в кавычках, те, кто вынуждены покупать самые недорогие, самые дешевые сорта, потому что основная стоимость сейчас алкоголя это естественно акциз. поэтому для того, чтобы сделать продукт доступным приходится идти на всякие хитрости. В частности использовать дешевое сырье. Поэтому это чисто продукт российского такого маркетинга и вынужденная такая собирание денежек в пользу богатых, которые даже самых-самых бедных своих населения вытаскивают себе всякие свои нужды лишнюю копеечку. ну что ж на этом я заканчиваю сегодняшний выпуск автозавтопати он получился конечно такой же хренью как вот это пиво что-то у меня в последнее время что-то как-то язык заплекается что-то как-то не получается связывать и логически строить свала ноутбук поставил другую программу но что-то качество не улучшилось хотя по крайней мере не зависает не знаю что-то что-то все как-то меня плющит и колбасит пока никак не могу вернуться к привычному формату пробы пива с вами был я Иван Балтиков и вот такая непонятная бурда лимонадно пивная толстячок бодрячок и маечка фирменная до скоро до новых встреч смотрите мой канал если вам не надоел всем пока